Начну с нижней оценки двудольного числа Рамсея. Ну, я буду рассматривать тоже диагональный случай, как и для обычного числа Рамсея, просто чтобы вам был немножко полегче. Я специально не стерл, потому что мы сейчас получим почти такую... А, давайте я туда перебешу, и мы сейчас для двудольного числа Рамсея получим практически такую же нижнюю оценку. Здесь я просто сохраню результат прошлой лекции. Доброе неравенство. Р от С С сигнале меньше, чем С умножить на 2 в степени С пополам. Давайте рассуждать. Вот есть у нас двудольное число Рамсея Б от С С. И хотим мы его оценить снизу каким-то натуральным числом Н. Вот наша цель доказать, что Б от С С точно больше какого-то числа Н. Как тут надо рассуждать? Что это вообще означает? Что вот это утверждение означает? На самом деле я сейчас повторю просто в точности рассуждения, которое было произнесено на прошлой лекции. Б от С С больше, чем Н. Чему это равносильно? Знаете, я перемещусь вот сюда. Наименьшее такое натуральное число, что при любой раскраске ибо найдется, либо отыщется. Знаете, я так вкратце. Наименьшее такое, что при любой раскраске и так далее. Вот что значит, что оно больше чем-то? Это значит, что для данного Н существует раскраска, при которой ни то, ни другое не выполняется. Смотрите. Еще раз. Б от С С С это наименьшее такое число Н, что при любой раскраске, либо вот это случилось, либо вот это случилось. Если мы хотим доказать, что Б от С С больше какого-то Н, значит для такого числа Н существует раскраска, в которой ни вот это, ни вот это не произошло. Вот важно, чтобы я эту логику понимал. Давайте я это запишу. Б от С С больше, чем Н в точности означает, что существует раскраска ребер КМН в красный и синий цвета, при которой нет ни красного целиком КСС, ни синего целиком КТ. Вот если вы осознаете вот эту логику, то дальше все очень просто. И повторяю, в сущности, все это, конечно, было очень аккуратно изложено две недели назад для классического числа Ромс. Так, поднимите, пожалуйста, руки те, кому кажется, что они осознали, почему я написал вот этот значок в наличности. КСС и найти и график КСС. Гениально. Гениально. Конечно. Мы же рассматриваем БСС. У нас здесь нет никакого Т. Но раз здесь нет никакого Т, то и здесь Т быть не должно. Спасибо огромное. Понимание есть. Можно даже совсем коротко было сказать, нет целиком одноцветного КСС. Совсем коротко. Как доказать существование такой раскраски? Ну, конечно, можно попытаться эту раскраску предъявить для какого-нибудь темы. Но вот это великая проблема, о которой я, наверное, сегодня и говорить-то не буду. Мы посчитали тогда, сколько потребуется операций полного перебора для нахождения числа Совершенно верно. И оно оказалось безумным. Посчитали. Оно очень большое оказалось. Да. Как доказать, что раскраска существует? Есть замечательная идея. Просто сравнить количество раскрасок. Посмотреть, сколько есть вообще всего раскрасок, сколько есть раскрасок, в которых присутствует красный КСС, сколько есть раскрасок, в которых присутствует синий КСС, и сравнить эти количества. Вот смотрите. Всего раскрасок для ребер КНН 2 в степени Н квадрат. Вот смотрите. Одна долька размера Н, другая долька размера Н. мы уже с вами выяснили, что в полном двудольном графике с этими дольками, в полном двудольном графике, Н в квадрате ребер. Н умножить на Н. И каждая из этих Н в квадрате ребер может быть как красным, так и синим. Два варианта для каждого ребра. Ну, значит, всего раскрасок, естественно, 2 в степени Н квадрата. Правда? 2 в степени Н квадрата. Теперь раскрасок, при котором фиксированы целиком красные. Что значит фиксированный КСС? Выделены какие-то С вершины в условной верхней доле и какие-то С вершины в условной нижней. Условная, потому что я как на картинке нарисовал, в сущности, никто не говорит, что одна из них верхняя, другая нижняя. Я надеюсь, все понимают, вот мы зафиксировали какие-то две дольки, все, у нас есть полный двудольный граф с вот этими конкретными дольками, и теперь у нас возникает вопрос, а сколько всего есть раскрасок, при которых вот этот фиксированный КСС целиком красный? Ну, понятно, что ребра этого графа уже покрашены, они все красные, то есть вариантов вообще никаких нет. Сколько ребер у этого графа? С квадрат, правильно? А всего ребер n в квадрате, значит n в квадрат минус s квадрат ребер еще не покрашены. Но стало быть ответ 2 в степени n в квадрат минус s квадрат. Вот так. Просто каждый из вот этих еще не покрашенных ребер допускает два варианта покраски то ли в красный, то ли в синий цвет. Ну, а вот этот фиксированный граф, у которого есть квадрат ребер, он не однозначен покрашен красным. Ну, давайте так, раскрасок, при котором тот же самый фиксированный граф целиком синий, очевидно столько же. 2 в степени n квадрат минус s квадрат. Отсюда, конечно, следует, что раскрасок при которых фиксированный граф ксс одноцветный, ну, то есть целиком красный или целиком синий. Естественно, сумма вот этих двух чисел, ну, то есть 2 в степени n квадрат минус s квадрат плюс 1. 2 в степени n квадрат минус s квадрат плюс 1. Ну, одноцветный, это значит, либо целиком красный, либо целиком синий. Целиком красных столько, целиком синих столько, значит, одноцветных вдвое больше. Я здесь умножил на двоечку. Так, а всего раскрасок 2 в степени n квадрат, а раскрасок, при которых конкретный kss одноцветен, вот столько. Ну, давайте последний вопрос. Нет, ну, давайте, может быть, не последний. Значит, вот мы зафиксировали какой-то kss, и раскрасок, при которых он одноцветен, вот столько в точности. А если мы теперь зафиксируем не один kss, а два? Вот один зафиксировали, а потом еще какой-то зафиксировали. Заметьте, они могут пересекаться, конечно. Я специально их наложил, это не потому, что я плохо рисую. Они могут пересекаться, я плохо рисую, да, но они могут пересекаться. Я просто умножил на два. Сумма вот этих двух чисел это умножение на два. Я сложил два чесла одинаковых. Это значит, что я любой из них умножил на два. Вот у меня получилось. Если я зафиксировал два разных графа kss, то сколько есть всего раскрасок, при которых хотя бы один из них одноцветен. При которых хотя бы один из них одноцветен. То есть, либо одноцветен вот этот, либо одноцветен вот этот. Ну, для вот этого их столько, правильно? для вот этого их столько же. Надо умножить на два, да? Но, важный момент, да, конечно, надо умножить на два, но это будет верхняя оценка для интересующего нас числа раскрасок. Потому, потому что бывают раскраски, при которых одновременно и вот этот двудольный граф одноцветен. И вот этот двудольный граф одноцветен. Смотрите, вот есть множество раскрасок Такой круг, такая картофель Это множество раскрасок, при которых вот этот конкретный граф Одноцветь Это множество, как вы выяснили, имеет размер 2 в степень квадрата минус 1 в квадрат плюс 1 А есть другая картофель Это множество раскрасок, при которых вот этот двудольный граф целиком одного цвета. И она тоже имеет размер вот такой вот. Так вот, множество раскрасок, при которых хотя бы один из этих двух графов одноцветен, это объединение вот этих картофель. Товарищи, понятно? Мощность объединения, то есть количество раскрасок, которые принадлежат этому объединению, сумма мощностей, то есть она не больше, чем 2 умножить на 2 в степени n квадрат минус s квадрат плюс 1. Но не больше, конечно, сложили это, сложили это, что-то посчитали лишний раз, но плевать все равно не больше, чем 100. Так, товарищи, а если бы я зафиксировал не две штуки, а, скажем, 10 штук? Конечно, мы бы написали не больше, чем 10, правильно? А теперь вопрос. Сколько всего есть различных ксс в графе кнн? Вот два мы могли зафиксировать, 10, может быть, тоже. А миллиард можем? Ну, если n большой, то можно. А все-таки сколько? ксс в квадрате. Смогали? ксс в квадрате. Вот, прекрасно. Значит, число всех ксс в кнн, конечно, не 2 и не 10. Это нет, тогда, конечно, я буду писать n чуз s. Я не знаю, насколько оно общепринятое, я считаю, что в нашей стране принято c из n по s. И во Франции, кстати, тоже. Откуда оно и произошло. Другое дело, что действительно в научной литературе сейчас преобладает вот это вот n сверху от снижения. Ну, как сказать. Мы скоро победим. Еще раз. Всего раскрасок 2 в степени n квадрат раскрасок при которых фиксированный ксс одноцветный одноцветен 2 в степени n квадрат минус s квадрат плюс 1. Наконец, раскрасок раскрасок при которых хотя бы 1 ксс одноцветен не больше, чем хорошо n по s на 2 в степени n квадрат минус s квадрат минус s квадрат плюс 1. Вот я очень надеюсь, Стоп, разве не c не из n по s квадрате? Да, да, да. Спасибо. Я очень надеюсь, что после вот этой всей подводки стало понятно. Да, конечно, c из n по s квадрате. c из n по s квадрате на 2 в степени n квадрат минус s плюс 1. Их именно что не больше. Допустим, оказалось, что c из n по s в квадрате на 2 в степени n квадрат минус s квадрат минус 1 строго меньше, чем 2 в степени n квадрат. Вот допустим, такое случилось. То есть, вот эта верхняя граница в свою очередь строго меньше, чем общее количество раскрасок. Но ведь это верхняя граница для количества раскрасок, при которых хотя бы 1 к s s одноцветил. Если это количество в свою очередь строго меньше, чем число всех раскрасок, то тогда что получается? Тогда, конечно, существуют раскраски, при которых все к s s не одноцветные. Ну, иными словами, нет ни одного к s s целиком красного и нет ни одного к s целиком си. Но ведь это ровно то, чего мы хотели доказать. Мы же ровно этого и добивались. Мы искали такое n, при котором нету ни целиком красных к ss, ни целиком синих к ss. Было такое? То есть, если выполнено вот это неравенство, то мы победим. Осталось сообразить, при каких n выполняется это неравенство. Ну, товарищи, это ровно та выкладка, которая была на прошлой лекции. Она и в записи. n по s не превосходит n в степени s на s факториал. Тогда у нас получается, что n по s в квадрате на 2 в степени n квадрат минус s квадрат плюс 1 меньше, чем 2 в степени n квадрат. Тогда это, скажем так, это последует из того, что n в степени s поделить на s факториал в квадрате на 2 в степени минус s квадрат плюс 1 меньше единицы. 2 в степени n квадрат я сократил. Видите, 2 в степени n квадрат я просто сократил. c из n по s в квадрате я заменил на его верхнюю оценку. На свою верхнюю оценку. Ну, что тут можно написать? Можно, наверное, написать, что если n равняется 2 в степени s пополам, то неравенство выполнено. Неравенство выполнено. Сейчас я объясню, почему. Ну, действительно, у нас получается 2 в степени s пополам. Это n. Мы еще возводим это в s степень. Мы еще возводим это в s степень. делим на s факториал и все это возводим в квадрат. Вот в этот квадрат. Что, больно режет, да? Я просто проверяю, что n равное 2 в степени s пополам удовлетворяет этому неравенству. Я тупо подставляю n равное 2 в степени s пополам вместо n. n у нас возводится в s степень, значит, 2 в степени s пополам надо ввести в s степень. Дальше делим это дело на s факториал, возводим в квадрат и дальше умножаем на 2 в степени минус s квадрат плюс 1. Так, чему это равно? n равно 2 в степени s квадрат пополам, это я s умножил на s, делить на s факториал, все это в квадрате и на 2 в степени минус s квадрат плюс 1. s факториал просто, в s степени только n. Так, что у нас получается? У нас получается 2 в степени s квадрат это вот смотрите, 2 в степени s квадрат пополам в квадрате, это 2 в степени s квадрат. Так, поделить на s факториал теперь уже в квадрате. и умножить на 2 в стиле минус s в квадрате 2 за 1. Шлеп. Шлеп. У нас остается 2 поделить на s в квадрате еще в квадрате. Ну, ясно, что это меньше единицы. Но это вообще ясно. При любом s это меньше единицы. Правда? Конечно. Все. Значит, у нас получилось неравенство. Теорема, которую мы с вами только что доказали. b от s больше, чем 2 в стиле s попал. Ну и на самом деле можно здесь написать тоже сомножитель s, который устранится за счет наличия вот этого дополнительного факториала. То есть, в общем, по большому счету, в этом месте я продемонстрировал, что нижняя оценка для b от ss абсолютно такая же, как для r от ss из прошлой лекции. И вот в этом месте заканчивается подобие двух лекций. Сейчас я буду рассказывать нечто совершенно новое. Конечно, вот это вот неравенство, 2 поделить на s в квадрате меньше единицы, оно верно только если s у нас начинается от 2. Если s это 1, то это неравенство неверно. Поэтому теорема, конечно, говорит, что b от ss больше, чем 2 в стиле s попалом, лишь при условии, что s больше либо равняется 2. Однако при s равном единице не нужны никакие вообще оценки, потому что очевидно, что b от 1, 1 равняется 1, и тут вообще делать нечем. То есть при s равном единице вообще заниматься нечем, а уже при s больше либо равном койке мы получили вот эту неравенство. Все.